Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наша занимательная астрология. Путешествуем по знакам зодиака, по женскому началу этого знака, вернее зодиака. И прежде всего объединив по стихиям, разбираемся, какие основные качества нравятся тем или иным знаком зодиака в мужском исполнении. Что у нас привлекает наших женщин, скажем так, в тех или иных мужчинах, какие у них критерии по отношению к своему идеальному партнеру. Я вам могу сказать, что это не случайный разговор. Ведь сколько, считаешь, историй по поводу не сложилась жизнь, не получилось, думала одно, получилось другое. Кто-то стоит на заре отношений, только познакомился, ищет информацию о том, что он может ожидать, какие могут быть нюансы. А на самом деле, дорогие мои друзья, те критерии, с которыми мы рождаемся, нам даются от природы. Многие говорят, что астрология чушь, но не будем сейчас вдаваться в эту деталь. Ведь любой способ, который нам позволяет промоделировать ситуацию до того, как она случится, то бишь заглянуть в будущее, является очень желанной для каждого человека. С какой стороны ни пойдите. Нумерология, астрология, руны, карты, таро и обычные игральные карты. Все это на одну и ту же тему, что меня ждет, как это будет выглядеть. Но если нас это заботит, то, конечно, некоторые вещи все-таки надо проговаривать, и ни раз, ни другая, может быть, хоть каждый день, пока это не станет ясным и понятным. Естественно, что каждому из нас очень важно знать о своем партнере и о том, как сложится судьба до того, как мы запряглись в эти санки. И вот знаки воздуха, которые, собственно говоря, конечно же, как у любой стихии, их три в арсенале. Вот мы сейчас рассматриваем стихи воздуха, это прежде всего близнецы, это прежде всего весы и, как заключительно, водолей. Они во многом схожи, поскольку у них практически они и те же критерии по отношению к мужчинам, вот если мы затронули этот вопрос. И, соответственно, если совпадают все идеальные черты, и появляется настоящий герой сверкающих латок, который может предоставить женщине то, что она от них хочет, ее счастье безграничное, она, можно же смело сказать, и нашла свою вторую половинку. Если вдруг попытка была неудачной, то, соответственно, за это придется рассчитаться испорченными годами, неправильно прожитой жизнью, бесконечными унижениями, оскорблениями, которые будут сыпать партнеры друг на друга, и при этом они будут искренне считать себя погорельцами. И в этом есть определенный смысл, потому что пытались найти единение люди, которые имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Пока были розовые очки любовных отношений с зачаткой, казалось, что вы нашли просто джекпот. Все, выиграли, ура, ура, плещем в ладоши и начинаем счастливо жить. А потом выясняется, что начинает вылазить из глубин, из недр подсознания идеальный образ. Когда начинаешь приравнивать этого человека, подгонять эти рамки, выясняется, что это вообще чертишой мордов, Саша. И вот эти вот маленькие наши опусы из занимательной астрологии лишний раз настраивают тех, кому еще стоит выбор. Может этот человек не ваш, может вы не туда, собственно говоря, огородите свой огород. Поэтому в данном случае говорим о женщинах для самопознания и анализа того, что мы имеем. Но у нас, слава богу, сюда заходят и мужчины, и вероятно им это будет руководство к действию. Если женщина не ваша, отпустите ее, смиритесь с судьбой, поищите там, где вы действительно найдете то, что вам необходимо. И вот, начиная с близнецов, понимая о том, что планета Меркурий, которая ими правит, дает им определенный критерий для понимания мужчины, который они желают видеть. Ну, во-первых, совершенно понятно, что он должен быть, как Меркурий, красноречив, уметь договариваться со всеми, быть невероятно прекрасным собеседником. Речь в него должна быть поставлена. Там никаких эко-бэков и нехватки слов быть не должно по определению. Начитанный, продуманный, желательно, учитывая, если мы опираемся на Меркурию, иметь коммерческую жилку, быть шустрым, быстрым, смекалистым, знать, где можно подработать, быстренько сориентироваться, подработать на пяти работах, быть планктоном между кем-то, соединяющим звеном, что очень здорово получается. Встречку по нас каждого и персоны, который соединил, как говорится, не вспотело, деньги в руках. То есть рыскучие мужчины с хорошим чутьем, где можно подзаработать, при этом, как говорится, их костюмчика сильно не помять. Такие мужчины, конечно, в фаворе у этих женщин, потому что они рождаются с подобными желаниями и пожеланиями к мужчине. Интеллект, развитость, желание поговорить, подвешенный язык, умение коммуникабельно построить взаимоотношения. Все это невероятно привлекательные черты для женщин-близнецов, потому что они сами такие. Креативный ум, оригинальный подход, быстрый подъем на ноги, так сказать, побежали туда-сюда, там скупились, там распродажа, там по горящей путевке уже куда-то вылетели. Жизнь динамичная, легкая, непринужденная, подобно порыву ветра. Конечно, им это нужно. И чтобы одинаковые были совершенно, чтобы было приятно во всех отношениях развиваться, посещать какие-то выставки, концерты, ездить по интересным местам, насыщать все время ум, чтобы вечером за чаем было поговорить не только как дела, да никак, все, разговор окончен. А много же интересного в жизни, и с кем-то это надо обсудить, и зачем кого-то искать, если дома должен быть. Вот он такой желанный, замечательный партнер. Хотели как лучше, получается как всегда. Вдруг вы ни с того, ни с сего влюбились в медлительного молчуна, который, в общем-то, когда-то сильно нравился, и даже казался таким стабильным и чудесным. Потом начали жить, он никуда не успевает. Зад он свой не поднять не может. Вы его тянете туда, ему этого не нужно. Как лебедь, рак и щука. Лебедю нужен воздух, да? Щуке нужна вода, а раку вообще ничего не нужно. Он шаг туда, два шага назад, и в основном на месте. Ну и все. И, соответственно, начинается трение-то и такое, и не такое. А вы же видели, какой он. Вам нужен динамичный мужчина, креативный, быстрый, крученный, верченный, такой с кристой, голова с подвешенным языком. А что ж вы взяли человека стабильного, уравновешенного, ушедшего, например, в свое кресло, читающий какой-то талмуд. Ему там нравится, его это все устраивает. А вас не устраивает, видишь ли. Ну так зачем вы это делали, дорогие дамы, когда выбирали? Зачем вы, мужчины, не хотите прислушаться к своей даме, если это ей нужно, и вы ее любите? Так поднимитесь лишний раз с кресла. Вам тяжело, вы не хотите. И вот это ключевое слово. Если я ничего не хочу, не надо меня кантовать. Не надо меня ни к чему... Ты слышишь, я не хочу, и не буду я таким. Ах, ты не будешь, и пошло, и поехало. И в принципе, до развода там уже недалеко, потому что люди не хотят меняться. Но если людям тяжело меняться, может сразу, еще на переправе, не делать ненужных выводов, и не цепляться за тех людей, которые по духу не подходят вам. Ну, проверьте их, ну, пригласите их, например, в ваше любимое путешествие на Байдарках. Ну, к примеру, вам это нравится. Если тут категорическое нет, и скучное лицо, и предложить еще, что из того, что вам нравится, как вариант. Если вы видите, что человек не реагирует, и даже в любовно-конфитный период не делает никаких усилий над собой, или ноет потом, что он пошел вам навстречу, это не ваш человек. Он не изменится потом, в следующей жизни. Если бакетно-конфитный период предполагает хоть какие-то усилия человека, он же не будет вам все свои выбрехи показывать. Тогда люди показывают себя в самом наилучшем виде. Но этот период проходит, и человек становится тем, каким он есть. Так вы же его еще тогда проверьте, посмотрите, это ваше или не ваше. Ведь вы никуда от своего природного компаса не уйдете. Так или иначе, вы все равно вернете к своим идеальным чертам, и глядя на то, что вы приобрели, вы будете казнить человека за то, что он и не может быть таким, каким вы от него хотите. У него другой темперамент, другой ритм жизни, у него другие скорости, с которыми он живет. Его таким сделала природа. Что вы от него хотите? Чтобы он сальто крутил каждый день. Он даже не знает, как это делать. Да, конечно, вы можете, отдаете отчет ему, и благодарны за то, что он стабилен и зарабатывает деньги. Но ведь это не единственная часть вашей жизни. Потом вы начинаете его сторониться, искать свое личное пространство, каких-то генномышленников. Начинается ситуация, когда люди не ездят вместе в отпуск, потому что вам нужна динамика и движ, а ему нужно спокойствие газета. Поэтому он остается дома со своей газетой, а вы уезжаете в движ. Но это уже не семья, совсем другая история, которую в этом видео мы обсуждать не будем. Так что, если рано или поздно вырастут ноги у тех проблем, которые зиждутся в том, что у идеального мужчина вашего должен быть подвешен язык, с ним можно говорить обо всем, ездить куда мы хотим, наслаждаться жизнью, динамично двигаться вперед, то такого и подыскивайте себе, дорогие мои друзья, изначально. Ведь, как говорится, слово из песни не выкинешь. Разочарование все равно обязательно придет. И если мы стремимся к счастью, если мы знаем те идеальные приоритеты, которые нам позволяют почувствовать себя счастливыми, их надо ставить во главу угла в самом начале отношений. Если вы чувствуете червоточинку, подвох, во что-то не устраивает, вы чувствуете, что этот мужчина не дотянет никогда до того совершенства, который вы от него ожидаете, в тех жизненно важных критериях, которые для вас важны. Потому что если нет интеллекта, ни о чем говорить, ни о чем, так сказать, преломить, ни к чему не стремиться в плане развития ума. Иностранных языков не изучают, путешествия не ездят. Все, как говорится, по-простому, по-крестьянски, понимаешь, и нам больше ничего не нужно. Нет лоска, интеллигентности, желание, так сказать, блистать в обществе, то этот мужчина вам не подойдет, как ни крути. Это будет ваше обременение и обуза. Поэтому в данном случае, как говорится, каждому близнецу по счастливому браку, я не возражаю, я только за. Но тогда еще, на самой заре туманной юности, когда вы только строите отношения, старайтесь построже присматриваться к тем чертам человека, который он готов вам предъявить. Если чувствуете, что это не герой вашего романа, лучше вовремя откажитесь. Не ломайте жизнь ни себе, ни людям, а вы, мужчины дорогие, мотайте на ус. Мы сейчас приоткрыли тайники женщины-близнеца, для которой некоторые вещи важны. Важнее, чем тугой кошелек и безудержный дикий секс. Никто от этого не откажется, но без дополнительных этюдов в плане ума, интеллекта и поговорить, здесь явно дело не пойдет. Но я перехожу дальше. У нас на пороге весы. Весы, конечно, тоже великолепные эстеты, как все знаки воздуха. Они по большому счету тяготеют к людям интеллектуальным, у кого как бы быстрый и скоростной ум. Любят мужчин, которые быстро соображают и восхищаются теми, кто умеет строить быстрые комбинации. У них так как-то все спорится, моментально решается. Умение поговорить, подать, преподнести. Здесь коммуникативные свойства, конечно, тоже имеют значение, потому что в данном случае стихия воздуха к этому как бы располагает. И хотят они того или нет, то мужчин, которые умеют как бы делать деньги из ниоткуда, через посредничество, через, так сказать, ловкие схемы, которые оказываются вполне успешными, в которых голова хорошо варит. Конечно, к этим мужчинам они присматриваются особо. Им необходимо, чтобы человек много знал. Если это просто как бы заскорузлый элемент, который не знает, как два слова связать, и не знает, как это преподнести, их это не увлекает. Им нравится мужчина, который знает поэзию, который разбирается в искусстве, который тонко настроен. Потому что весы, в отличие, если мы только берем стихии воздуха, в смысле преимущества, интеллекта, они еще находятся под влиянием Венеры. Поэтому для них очень важна та часть жизни, любовная, романтическая, страстная, нежная, чувственная, которая, конечно, поворачивает весы и к искусству, и к эстетическому облику мужчины. Он должен быть привлекательным внешне. Он должен иметь все мужчинские атрибуты, ухоженный вид, спортивную фигуру. Естественно, здесь еще возникает та вещь, которую привносит Венера тоже в жизнь весов. то есть все атрибуты богатой жизни им очень нужны. Солидный дом, приличная одежда у них, которую должен обеспечить мужчина, хорошее питание, которые, ну, в общем, все со знаком хорошо и комфортно и уютно. Весы виноваты ли в том, что они такие? Да нет, конечно, потому что это, опять же, тот природный компас, который так или иначе заставляет их мечтать. Я не говорю, что им все принесут на блюде, и часть весов так никогда это не видит. Но они от этого мучаются и страдают. И попадение в другие обстоятельства и не в такие грубые мужицкие руки, которые они попали, будь тут, например, эстет, романтик и человек с большой душой и щедрый, они бы были совсем другими. Они бы блистали, они бы сверкали, они бы дали фуру любой женщине любого знака зодиака. Но в грубых, неотесанных руках, под воздействием грубых слов они тихо увядают, теряют свою лоск и красоту, и от былых дорог Венеры ничего не остается. Но это следствие, опять же, неправильного выбора и как бы совершенно безмозглых, скажем так, мужчин, которые, собственно говоря, просто убивают сокровище, которое им попадает в руки. Но они не понимают этого. Это, как говорят, вам попала в руки курочка, которая несет золотые яйца. И она может их нести каждый день, в принципе, и вы на этом обогатитесь. Но так хотелось кушать, что мы ее зажарили. Вот и тут, да? Если ты болван, и ты не рассмотрел, что у тебя была курочка, несущая золотые яйца, ты ее просто сломал и сожрал, и лишил ее всех достоинств, то, конечно, она уже перестает блистать и выглядит, как тот оглоданный скелет от курочки, которая пришла подарить богатство, но ее так опрометчиво уничтожили. Прежде всего, если уже разобраться, весы женщины нуждаются в эстетике, в красоте, в гармонии, в нежности, забудьте. Они, конечно, не такие хрупкие, какие мы могут показаться, но на самом деле в них есть достаточно, так сказать, стальной начинке, чтобы переживать удары судьбы и даже оказывать поддержку своему пошатнувшемуся герою рядом. Но это все взамен, скажем, бережному отношению к самим себе. Пока им не нужно проявлять стальной характер, они нуждаются в совсем других вещах, в ненужности, в заботе, в негрубых словах, в понимании, в восхищении по отношению к себе. Здесь не пройдет просто так, знаете, попе столкнулись и разбежались. Здесь надо говорить красивые слова, ты моя богиня, ты моя любовь, я очень как бы там тебя боготворю и так далее. И не меньше, и это даже еще я не все сказала, то это еще пышнее нужно. Вы скажете, ой, мне не до того, мне хвоста на работе накрутили, я вообще сам не в себе пришел, только я тут всем устрою. Но это вообще никуда не годится. Вот если устраивать такие баталии и так себе вести брутально дома, то я боюсь, что весы очень быстро скиснут, поблекнут и вместо роскошной женщины, которая бы могла стать украшением вашей короне, она превращается в ничто и звать ее никак. Отсюда потом идет разодражение, язвительность, можно сказать, желчность, которая появляется в характере этой женщины, разочарованность вашими достижениями, поскольку стремление к гармонии, эстетике и красоте нарушено грубо попранное, можно сказать, вашими копытами, поэтому в данном случае, конечно, почвы для расцветания не остается никакой. А вот если человек хорошо воспитан и имеет манеры, как раньше прививали, так сказать, мужчинам из высшего общества, благотворить женщину, расшаркиваться ножкой, иметь вкус, следить за собой, быть всегда элегантным, быть всегда на высоте, ни одного грубого слова, ни то, что грязный матючий, который с утра до ночи сыпется на голову, никаких оскорблений, ты безрукая, безголовая, ты никакущая. Да, эта женщина может вам не предоставить того практицизма, который вы желаете, чтобы это, так сказать, была наседка. Курочка такая дома сидит, ко-ко-ко-ко, кругом детки, все обросло, передник, обеды, завтраки, ужины, там, ну, все как положено, это не сюда, дорогие мои друзья. Весы могут все и делают это очень хорошо, но без души, в том плане, что это подвиг одного дня, а дальше это уже, как говорится, лучше покушать, деньги в приличном заведении. Так, если деньги позволяют, скорее всего, будет поставлен вопрос, и не потому, что они безрукие, а потому, что они считают, что это сбирает это драгоценное время жизни, которое скоротечно, и вот это простоять, эту жизнь на кухне гремя-половниками, это просто невиданное расточительство, поэтому, к сожалению, здесь этого нет. Но хотите вот такое, туда, к знакам земли, пожалуйста, там вам, пожалуйста, будут это делать безупречно, прекрасно во всех отношениях, но там тоже есть свои требования, никто просто так ничего для вас сделать не будет. А хотите красоту, эстетику, нежность, заботу, так сказать, даму, которая не потеряется ни в публичном, обществе, ни в светском обществе, когда она всегда гармонично смотрится, изысканные манеры, хорошо, так сказать, развитая речь, умение делать прекрасные замечания, улыбнуться в нужном месте, в нужный час, это все весы, потому что это у них есть от природы. Но не надо тогда требовать, чтобы они у вас вкалывали тяпкой, потом выкосили гектар сена, а потом, чтобы нарядились и пошли. Каждому свое. Кому гектар сена, а кому, и, собственно говоря, никакого желания этим гектаром заниматься. Мы все разные, абсолютно. И требовать от всех одного и того же, и той же выкладки, которую вы желаете, дорогие мужчины, это бессмысленная затея. Надо просто понимать женщину, которую вы берете. если вы женились на весах и все, а потом вы говорите, ну, все, дорогая. Я тебе обещал звезду с неба, но вот тебе кастрюлька, иди чистить. А тут можете напороться на маленький сюрприз, вам может кастрюлю почистить. Это из принципиальных соображений. Но, как говорится, послевкусие останется. Я ничуть не хочу сказать, что женщины весы инфантильные. Это абсолютно не так. Если нужно, они вам не то, что кастрюлю очистят, а паровоз отмоют для того, чтобы он блистал и все было хорошо. Но это не их стезя, это не их любимое занятие. А ведь женщина тогда счастлива, когда она живет и не делает над собой грандиозных усилий, чтобы кому-то что-то доказать, все идет естественно, и от нее не требует больше, чем она желает дать. Вот тогда появляется счастье. Ну, а если вы взяли себе просто человека, который должен выполнять не только женскую роль, но и роль кочегара или полотера, то надо было изначально тогда еще до ЗАГСа сказать, как только мы поженимся, у тебя будут обязательства. Каждый день ты будешь натирать паровоз до блеска, да, потом ты пересчитаешь все вагоны и все 30 помоешь, и вот это будет твои ежедневные задания. я посмотрю, сколько секунд с вами эта женщина будет находиться. Ну, я думаю, что вообще не найдется на белом свете такого патриота, который это будет делать просто так, потому что такой мужчина, у него есть паровоз, но некому его помыть, да, возьмем себе жену. Ну, вот такие вот есть нюансы, скажите, что и такого не бывает, но, конечно, паровоз не заставляют мыть, но почему-то каждый, когда женится, имеет в виду, что он взял себе дополнительного работника, причем бесплатно, и как у индийской богини, у нее должно быть 6 рук, да, и чтобы все 6 рук были загружены, все 6 рук вкалывали. Если мы рассматриваем утонченную натуру женщины весов, и вы собираетесь, глядя на нее, ее озаботить массой всяких бытовых вопросов, которые она будет, как пчелка майя, выполнять, потому что так делают все женщины, тут вы прокуситесь достаточно глубоко. Это, к сожалению, не та история, которую можно было бы воплотить в жизнь. Если нужна гармония, эстетика, взаимопонимание, культура, нежность, заботливость, и вы к этому готовы соответствовать, тогда вы выбрали то, что вам необходимо. Так что мотайте на ус, дорогие мои друзья, в жизни, как на долгой ниве. Конечно, мы все люди, казалось бы, любого человека можно переделать, но зачем кого-то переделывать, если его надо перед тем, как переделать, просто сломать, уничтожить, как личность, а потом начать лепить из того, что осталось, так сказать, свой идеал, может сразу найти идеал того, чего вы хотите и никого не ломать. Если вы видите, что это не ваше, ну просто отступитесь, да идите себе с Богом, поищите то, что вам необходимо. Так что разговор не напрасный, впереди у нас водолей. Женщина водолей относится к стихии воздуха опять же ориентируется на те же позывы, которые не чужды тем, о ком мы поговорили выше. Интеллект, ум, сообразительность, желание учиться, умение разговаривать, налаживать контакты между людьми, оригинальность, креативность, вот что выгляжит в основе их идеального мужчины, который они себе рисуют. Постный, сонный, ничего себе не выражающий человек, ни рыба, ни мясо, нигде не проявил себя, нигде не блеснул, ни к чему не стремится, так лишь бы жить, не бы коптить. Конечно, какое-то время и такое подойдет, если одиночество замучило, но, так сказать, идеального контакта не получится. И коль он идеалу не будет соответствовать, женщина водолей начнет его потихонечку обтесывать, готовить под себя, потому что то, что есть, ее не устраивает, а поэтому будет попытка трансформировать то, что есть, в нечто более съедобное. Если дело не пойдет, то получится, как у всех, в общем-то, понятное дело, развод и девичья фамилия и снова с чистого листа. Ну, могу сказать, что для женщин водолеева это должен быть прежде всего единомышленник. он должен разделять разделять их взгляды политические, социальные, какие-то принципы, которые они имеют. Поэтому неудивительно, что ряд из них находят своих партнеров в каком-нибудь сообществе, там, где собираются по интересам, занимаются туризмом, обсуждают какие-то вещи, какие-то форумы и так далее. Для них, это для водолеев, коммуникация это неплохо. А куличи водолей напрямую связаны с интернетом и всякими соцсетями, то понятное дело, что знакомство на сайтах знакомств для водолеев и женщин так же естественно, как и для мужчин, поскольку предложение и рынок огромен, можно копаться, можно выбирать, можно переписываться, можно подыскивать, ставить свою жизнь на кон, играя в эту лотерею, потому что соцсети это здорово, это действительно иногда для кого-то спасение, кто не умеет например себе подать, но с другой стороны это и фальшивый лототрон, где люди не со своими лицами, не своими фигурами, не своими мыслями ловят на крючок тех, кто собственно говоря просто готов пойматься, потому что уже соскучился по ласке, по любви, надеется, что и там находятся люди, в принципе знаю массу моментов, когда люди действительно себя находят в интернете, живут счастливо и благословляют этот интернет, но и знаю массу случаев, и вы тоже в курсе, что мошенники ловят одиноких женщин, которые соскучились за объятиями и надеждой и любовью и выкачивают с них деньги, водолей всегда весел и румян он знает что и уверен что его на мякине не проведешь и в некотором смысле его прозорливость ему в руки но и на старуху бывает проруха однако же если мы говорим об идеальном мужчине, которого они ищут то кружок сообщников которые живут одними интересами и его не надо присоглашать к этому образу жизни потому что он уже заряжен им это наилучшие партнеры с ними можно всегда обсудить трепещущую тему он дышит одним воздухом смотрит в одном направлении это как раз то, что необходимо есть еще один нюанс что мужчина идеальный который должен жить с водолейшей не должен никоим образом притеснять ее социальное выражение в водолении домашняя насидка которая сидит она конечно может сложить легендарную историю о том насколько она домовита прекрасна в всех отношениях лучшая мать лучшая ну в общем как говорится да ну ой и просто бог я не умоляю здесь ничьих достоинств если вы действительно соответствуете вы великие люди я перед вами преклоняюсь но бывает так что социальное иногда затмевает домашнее на словах я вот то а на деле не успеваю ничего потому что мне надо самовыражаться сама расти я и там и сям и вся в делах а для дома уже времени не остается но извините мне тоже надо когда-то спать поэтому если где-то там приклеилось к вашему носку что-нибудь это ничего страшного ну посуда ну и бог с ним ну ребенок растет как трава при дороге да ладно ничего и такое бывает но это же перебор но этот перебор здесь приведен например только потому чтобы мужчина который будет выбирать женщину водолей помнил что обрезать ее лишить социальной жизни это не есть хорошо она должна работать самовыражаться а если вы такой товарищ который сидит дома чтобы я не переживал что ты там вытворяешь и что ты делаешь и я тебе запрещаю работать здесь может кому-то что-то не понравится и трения начнутся и вы уже не будете соответствовать тому идеалу а будете выглядеть тираном сволчим негодяем от которого надо избавиться поэтому имейте ввиду мотайте на уст дорогие мужчины если это видео попадется вам женщину водолей пригвоздить и заставить сидеть дома и ты не будешь работать я тебя обеспечу обеспечиваете это хорошо но и работать она должна потому что без этого она не может женщины водолеи достаточно креативные они интересуются очень много любят новые тенденции течения поэтому и мужчина должен собственно говоря тоже не быть узколобом расширяются горизонты вот неожиданные моменты могут случиться в женщине водолеи иногда ее выбор падает на людей представителей богемы людей не похожих на кого-либо другого но это тенденция водолеев потому что когда пресно-постно рутинно и однообразно они приходят в ужас от этого состояния поэтому в данном случае им нужна постоянно новизна пытливость красота жизни к этой красоте могут относиться и изобильные подружки с которыми тоже они любят вести достаточно задушевные разговоры длительные иногда под хорошей виной и так далее и мужчина тоже не должен ее лишать этой сферы общения потому что в данном случае для нее это часть ее жизни так что мотайте себя мужчину на уз если вам попадется это видео и женщины которые лишены возможности проявлять себя во всех сферах которые им интересны тоже себя счастливыми не чувствуют по разным обстоятельствам если загонять те рамки которые как прокруст ложе все время тебя жмут всего лишают не дают свободы тебе того нельзя сего нельзя чего нельзя всегда особо хочется женщины водолеи в этом вопросе непреклонны отстаивают свои свободы нуждаются в них может если бы не запрещали так оно бы на это не обращало внимания а как лезут постоянно этого не делай так почему-то очень хочется правильно креативность нестандартность оригинальность подвижность ума и так же неожиданная идея которые вдруг сидели сидели а давай махнем туда да давай и так легко когда нету этой нудной подготовки какой-то слишком это жизнь праздник считают женщины водолеи очень отзывчиво когда мужчины соответствуют этому по духу устраивают приятные сюрпризы неожиданные повороты событий вдруг приглашение пойдем сходим в ресторан да пожалуйста когда есть какая-то новизна неожиданность и приятные повороты судьбы женщина удаляет этого просто счастливо и конечно и партнер должен как бы быть соответствующий в этом духе потому что если действительно слишком стабильно слишком погруженно слишком замкнуто и все только жизнь в рамках четырех стен и нету никакого выражения боли это конечно для них тюрьма она может быть даже золотой и даже с брюликами но это не украсит ее ничуть в глазах женщины водоле потому что извините это слишком нудно тошно отвратительно здесь богато сыто но невыносимо поэтому надо понимать что если имеешь дело с женщиной воздуха то загонять ветер в четыре стенки это бессмысленно и бесперспективно поэтому в данном случае надо понимать кого берешь в жены для того чтобы человек был с тобой счастлив и ты постоянно не сталкивался с тем что по твоим понятиям женщина недорабатывает но она зато прекрасна в других отраслях которые тебе оказывается не нужны по определению но тогда зачем ты на ней женился неплохо было бы если бы у этого мужчины еще бы помимо его креативного взгляда на жизнь и бесконечного интереса новинками которые происходят было еще прекрасное чувство вкуса и невероятно развитый юмор тогда была бы жизнь вообще интересной замечательной и уникальной во всех смыслах этого слова ну вот так мы пробежались по знакам воздуха и теперь мы поняли какие здесь приоритеты и ценности и какого идеального мужчина ищет женщина знака воздуха или стихия воздуха что ей необходимо что ее делать счастливой от чего она приходит в ужас и если вы дорогие мужчины не почувствовали созвучие с этими женщинами тогда посмотрите следующее видео мы будем говорить там о женщинах стихии воды и вероятно там и ждет вас ваша драгоценная принцесса женщина единственная неповторимая на всем белом свете если вы так не нашли ту ради которой стоит жить любить и землю перевернуть и рыцарские доспехи одеть и вообще превратиться в того идеального мужчину о котором грезит кто-то вот надеюсь вы друг друга найдете с вами была Елена